Убийство произошло в селе Фиськи Золочевского района. Тело пенсионерки местные жители обнаружили во дворе на пороге ее дома. До 70-летия женщина не дожила всего неделю. Я через забор бросаю собаки кушать. Представьте, женщина лежала убитая и собака возле этой ферточки, собака голодная была. Мы думали, что уже ей нет живых. Но собака жива. Там ужас один. Это не передать. Мы туда боимся и заходить. Даже хоронить туда не повезло. Можно возле двора постоять, да и все. Похороним. Убийцу правоохранители задержали прямо на месте преступления. Пьяный мужчина спал на кровати своей жертвы. Была установлена особа, которая была причетна, отоскуяла данный злочин. Ним выявился непрацующий, одноразово засудженный за майновые злочины гражданин 29-й роки. Мужчина свою вину полностью признает. Говорит, что был в неадекватном состоянии. Сначала бросился на пенсионерку с ножом, а потом схватил лопату. По голове лопатой. И кинули по Мирату? Кинул. Испугался и кинул. Когда вы текали, она еще была жива? Уже нет. Сколько вы ударили на место? Четыре. По данным полиции, пенсионерка наняла мужчину для расчистки снега во дворе. А тот увидел, как почтальон принес пожилой женщине пенсию. И решил отобрать у нее все полученные деньги. Тысячу гривен. После убийства потерпелою, еще на протязи четырех дней, подозреванный на деньги, которые забрал потерпелою, ходил в магазин, покупал спиртные напои, которыми зложивав дома у потерпелою, при этом переступывая через нее, которая продолжала лежать на своем поддверии. Убийцу Фиська хорошо знали. Мужчина жил в соседней деревне, но часто приходил в село в поисках подработки. В местном магазине покупал сигареты. Я в жизни бы на него не подумала. Он настолько спокойный человек. Но я бы никогда не подумала на него. Вот правда. Страшно, конечно, и домой теперь ходить, и вообще. Хоть я понимаю, что этого человека забрали, но все равно страшно. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без возможности выйти под залог. За совершенное разбойное нападение и убийство в корыстных целях ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Лана Семенова, Медиагруппа «Объектив».